Бойцовский респект 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 Иногда бывало в обед три раза тоже кроссфиты, лапы, с Рейсовом тоже я работал, Али поработали вместе. Были хорошие UFC бойцы, Дениго, Гейджи тоже бывал на тренировке, Камара Усман в UFC, и наши друзья Дахвайтерские, Забит был, Мага Тигр, Магомедов тоже там был, Тимур Валей. Ну и еще Бенавидес тоже самое, они коренные с этого зала, они постоянно там тренируются. Ну тренировщик процесс как у них, вот чисто профессионал, я там делаю тренировки, отдельные тренировки, на в клетке, и хочешь по индивидуальным занятиям, лапах Рейсовом, это дело работало, Рейсовом. Как бы вот готовился и ждал бой, вдруг по календарному плану UFC оказывается в этот, в Абу-Даби. Вот январский турнир, они там проводили. Вот февральские турниры, они хотят в Лас-Вегасе тоже проведать. Я думаю, вот на днях я получил визу, надо улететь туда и ждать. Может в Вегасе после этого рабочую визу дадут в февральский или мартовский турнир, я буду готов. А скажи, пожалуйста, насколько разница есть ли вот именно в подготовке, в залах, в подходах, в тренерском, вот в каком-то отношении? Сколько лет мы уже там тренируемся, но разница-то есть в каком плане. Я там настроен, у меня свой график, у меня свою цель, ну как говорится. И близкий спортник-партнер, вот. И я имею в виду дом, отдых, тренировки. Дом, отдых, дисциплина, да. И естественные бойцы там тренируются вместе, это уже немножко мотивирует иногда. По всем аспектам они профессиональный поток у них, я так думаю. У нас тоже есть хороший лагерь, тоже хорошая база, но иногда бывает, не соблюдаешь график, не бывает у нас семейная, вот немножко суета начинается, да. А я так думаю, за границей тренироваться, более уже концентрируешься на нее, на тренировке и на бои, и все. Кто будет секундировать диета, диетолог? Нашу дет, пока мы, вот мой брат рядом постоянно со мной, Аман Аджан, вот мы, я получил визу, я думаю, на нее тоже можно подать нам визу, на туристичную хотя бы визу. Хотел вот он со мной, постоянно был рядом, ну, как бы помогал я, он тоже не был ни раз в Америке, и если он со мной будет, то немножко я чувствую себя полегче и немножко удобнее, да. Если сразу в февральске или там мартовский турнир будет, я так думаю, там секундантом, наверное, экстрим-культируй Заловский будет. А Аман пока у нее визу нету, но мы будем подавать на нее визу тоже. Ну, не могу не спросить, смотрел ли ты бои наших ребят, и как думаешь, что не получилось, может быть, ну, твоя точка зрения? Конечно, посмотрел, я болел за них, вот, Сергея Морозова тоже, Алгаса Жмалова, наши братья, вот, наши друзья, одноклубные, Аланусы. Много вопросов там, много там хейтеров, много там, ну, как я спортсмен, я знаю их не. Я, как я видел, они до месяца назад, по-моему, полтора месяца назад туда полетели, там, тренировочный лагерь там проводили. Эти все вылеты, и там тренировочный лагерь, я так думаю, они провели успешно. Ну, чего не хватало, показать себя в клетке, я так думаю, не хватало. Или на восстановление плохо было у Сергея и Жалгаса, я так думаю, потому что до этого они, в инстаграме я видел, ну, связался с ними, тоже они говорили, что-то тяжело гонять везде, да, немножко. И там, тем более, климат, другая климат. Ихни секунданты, вот, тренера, не знаю, что, как бы, тренировались. Но в UFC надо немножко отточить технику, я так думаю, и вносливость, ну, как бы, если другой стиль, другая техника, можно было, да, как бы, подраться, показать себе на другом уровне. Проигрыш, поражение у нас в спорте бывает постоянно, надо себе вот приехать. И мне кажется, Жаласу надо в Америку влететь, надо, там посмотреть американский лагерь. И дальше видно будет, наверное, и посмотреть немножко. Другий стиль, другой варианты. Можно откроется, Жалас. И надо спортсменам все эти моменты близко к себе, сердцу не принимать, не надо, это тяжело. Ответственность, это перед народом, это тяжелая работа. И в этом ответственности ты бьешься, показываешь себя и проиграешь этот бой. И вполне все говорят, проиграл, это надо было делать. Ихнее мнение постоянно меняется, в хорошую сторону, в плохую сторону. Об этом не надо думать. Я так думаю. У меня своя семья. Главная мотивация это. Сидима надо кормить, сегодня надо тренироваться. И мне кажется, Жаласу, Серегу, надо менять немножко тренировочный лагерь. А не могу не спросить, бой Парье Коннор удивил тебя? Ожидал этого. Парье заряжен, тренируется, пашет. Видно, что тут был заряжен. Ну, я так и ожидал, он Конно проиграет. Парье, он борется хорошо в тот пень постоянно. Удар меня хороший. Ну, с первого раунда он немножко побоялся, немножко. А он почувствовал удар и пошла в нее. Ну, Парье, я так думаю, жару даст. Еще дальше будет. Обсуждали ли с Абдель Азизом, с менеджерами, как подобрать, с кем может быть выйти, какой соперник стилистически подходит? Обсуждать-то особо такого не было, потому что у Абдель Азиза много бойцов. Ну, звезды много у нее. Кроме этого вообще другие бойцы много. А на тренировке мы тренировались с Насратом, афганец, который вот бьется. Дэн Игорева, хороший боец, тот десятки зайдут на моем весе. За бедом тоже были тренировки. Обсуждать кого-то с кем, когда такого не было. Ну, когда соперника, мы будем уже над этим работать. Пока ждем. Пока уже, я так думаю, уже 100%, 80% мы исполнили. Взяли рабочую визу, все, готово. Шина шел бы, как соперника дадут. Сразу Али Абдель из меня позвонит, я уже буду в старте. Надо уже драться, уже я сколько тренируюсь, жду этого боя, жжу этого UFC. А параллельно мне уже Беллатор, ПФЛ уже говорили, нашу контракт уже. Уже в Америке? Да, да, в Америке было. Они уже контракт по поводу ПФЛ, РСФу говорил. И Беллатор. Как бы наша страна любит UFC, я уже долго иду к этому цели. Хотя я хочу попасть в UFC, но не в том дело, что попасть, но хочу там показать себя. Но я так думаю, мой уровень подойдет к этому UFC, на этом дивизиону, на 65 килограмм. Будем отточить, показать, посмотрим, видно будет по воле Аллаха. Не могу не спросить по Кайрату, его последний бой, он Кайрат, ты, наверное, с ним на связи, знаешь, да, какие там сложности были у него перед боем, какое опустошение было моральное. Вот как считаешь, твое мнение, Кайрату стоит, может быть, в UFC дальше оставаться или еще какие-то варианты рассмотреть? Кайрат, он сам молодец, у него как бы образ жизни, у него семейное положение. И он постоянно сабру делает. Как ты говорил, у него там какой простой был, у него такие моменты. Сдержался, тренировался, пахал постоянно. Вот добился, выиграл, хороший бой показал. Я в этом бою, в последнем бою, Кайрата видел с другой стороны. Он голодный, он как бы дерзкий немножко. И по всему аспекту он работал. Видно, что он... А дальше, не знаю, у него свои планы. Я так думаю, в Кайрату, по-моему... До этого мы были же в Америке. Он там уже знает их немножко графики, их дороги американские. Я так думаю, в Америку надо, в Кайрату тоже. Ну, поехать надо. И там посмотреть себе в Америке. Он покажет, я так думаю. Там у Ана все у них немножко тяжело с ним работать, потому что Азиатская лига. И если... Свои моменты, если... Ну, с этим вопросом и с этими... Кайратовым с этими работами работает наш Азиат Абдрахманов. Наш брат, друг тоже. Сам, знаете, я уже взрослый человек, Кайрат. Дальше он... Может, свои планы есть, наверное. Нарман, в заключении... Несколько слов для фанатов, болельщиков. Они ждут тебя, любят. Что бы хотел им сказать? В нашем спорте, ну, как бы, дорога, трудная работа. Но поражение или выигрыш в эти моменты бывают. Собраться надо. И Савур сделать. И показать себя в дальнейшем. Я так думаю. Разговоры были и будет. Мнение постоянно меняется в хорошем или плохом стороне. Ну, и об этом не надо думать, я так думаю. Надо тренироваться. И думать о своей семье, о своей стране. Работать надо. Арман, тебе большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Арман Аспанов. Ждем выступления Армана в лучшем мировом промоушене в ближайшее время. Постараемся, как только будут уже какие-то конкретные новости, Арман сам, либо в соцсетях это будет уже, вас оповестят. Узнаете. На странице Орлана, может быть, или Абдель Азиз сам такую информацию разместит. Может быть, уже UFC. Всем большое спасибо. Болейте за наших бойцов. Поддерживайте. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok